и так приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и конечно же конечно же давайте попробуем с вами проехаться в сторону адлера снимая на телефон который называется iphone pro max и в общем попробуем посмотреть что же из такого интересного происходит выезжая санаторий заполярье сегодня смотрел там смотрел спортзал который звать этот фит реально сам большой спортивный зал наверное в прекрасном городе сочи ну и в общем короче думаю у меня закончился абонемент world-class не думал может есть смысл сменить шило на мыло есть смысл пример взять и попробовать вот этот спортзал очень понравилось есть и аквапарк и там и просто шикарнейший пляж закрытый и бассейнов целая куча и спортивная площадка и игровая площадка в общем уровень другой понял что world-class конечно же очень сильно проигрывает вот заполярье очень сильно проигрывает поэтому наверное еще денек подумаю попал невозможно буду ходить заполярье потому что мой друг подбивает на то чтобы я занялся триатлоном ну и в общем для этого все условия в заполярье имеется но опять же да давайте с вами поговорим про районы города сочи поговорю с вами про про то что происходит в городе сочи и так далее сегодня кстати день города сегодня 29 мая значит во всех нормальных городах день города празднуется один день а вот например вот в сочи день города празднуется два до ухудова три дня послали себе загулять так загулять называется вот действительно вот и именно так ну что-то мы сегодня не хочется нигде не гулять ничего не хочется мне сегодня такого особо делать вдруг алексей пригласил в гости и я к нему наверное на часочек сейчас поеду и заеду но и давайте все-таки с вами пообщаемся общаемся по поводу микрорайонов да вот что хорошего что плохого вот например вот смотрите когда вы приезжаете отдыхать само собой у вас появляется любовь к тому или иному району например я вот первый раз да вот когда приехал в город сочи большой сочи я в 2006 году приехал в адлер приехал на део матис вчетвером и мы как-то сочи так вот взяли и проехали прям по этой дороге мы взяли и проехали почему проехали ну потому что ходили мифы что в сочи все дорого безумно дорого и поэтому поехали до адлера а в адлере типа село поэтому дешево потому что как бы по логике смотрели что 30 километров от сочи значит должно быть дешевле когда же мы там сняли жилье так мягко сказать вроде недорого 1000 рублей мы в те времена отдавали за четыре человека это был сентябрь месяц и вроде бы да но у нас не было само собой никаких удобств как слова совсем удобств как бы это было больше наверное антонимы потому что туалет был на улице душ был на улице все было на улице и конечно ну думали что мы реально сэкономили хорошо и класс а в итоге оказалось что если бы например таких же условиях останавливаться где-нибудь на мамайке гостевом доме то примерно сумма получилась бы такая же поэтому особо например мы не сэкономили опять же да мы приезжали на семь дней и в принципе эти семь дней четыре дня мы провели именно в центре сочи потому что приезжали в парк ривьера приезжали на набережную там приезжали еще куда там гуляли и так далее один день мы были на красной поляне тогда еще не было такой красной поляны просто был поселок и вот был такой такой подъем помню стоил 1700 просто ты поднимался тебя ну просто знаете поднялся и также спустился там не гуляли нигде ничего поэтому мы не поднимались в общем ну как бы экономили вот так гуляли конечно же непосредственно больше в сочи ну и для себя я прекрасно понимал что да можно сходить на пляж и в адлере в этом отношении было хорошо потому что пляж чайка там все близко останавливались мы на улице 8 марта но опять же да было немножко скучновато ну сколько ты можешь провести на пляже время полтора часа ну может быть два часа не больше да ну реально не больше чем два часа и потом ты конечно же все равно что хочешь как-то себя развлечь и в этом отношении конечно же развлечением как бы в адлере мягко говоря не хватало парков как таковых там не было никаких опять же до красной поляны в принципе без разницы хоть сочи ехать с хоть ехать с адлера ну в общем вот как бы так на следующий год мы тоже поехали тоже остановились по традиции в адлере уже с другими так скажем людьми уже ехал да тоже был за рулем на рено логане взлетели в день 4 мы доехали тоже там остановились в принципе тоже было все довольно таки неплохо но опять же да как бы очень много времени проводили в том что приезжали именно в центр сочи то я помню то даже были такие экскурсии как и основалась в адлере была экскурсия по сочи экскурсия по ночному сочи экскурсии счетом как и ну в общем все у нас сводилось тому что вот вот привозили примерно вот это место где мы сейчас с вами проезжаем на это у нас само собой ну мягко говоря то место которое действительно очень крутое очень много здесь всевозможных достопримечательностей там действительно как бы и морской вокзал просто потрясающий железнодорожный вокзал там просто тоже может поглазить на него тоже все очень красиво плюс здесь очень много всевозможных скверов в общем плюсов хватает соответственно в один прекрасный момент в 2009 году приехал я уже на шкоде фабии и на шкоде фабии я остановился непосредственно непосредственно в сочи в районе ксм там нам дали такой-то я первый раз познакомился что такое жилой гараж дали нам этот жилой гараж все было прекрасно все было хорошо за исключением что до моря приходилось передвигаться на автобусе либо на автомобиле это был большой минус но с другой стороны мы как раз в 2009 году очень хорошо отдохнули потому что уже ходили в те же самые ночные клубы на набережные на набережные чаще приезжали смотрели в общем но было реально круто как бы отдых был гораздо круче чем в адлере хотя в адлере мы останавливались на расстоянии 100 метров от моря как бы это был большой плюс ну еще тогда я понимал что отдых в сочи это не совсем то что как бы я себе фантазирую да море есть но полтора часа полтора часа не более не более ксм конечно отдаленный район но в любом случае например с ночного клуба например с набережной до ксм и доехать гораздо проще чем например доехать до той же самую например того самого адлера тем более раньше не было яндекс такси не был юбер ничего были здесь только соответственно вот эти частные да как с ними договоришься эти шестерочки семерочки ставили сумму не за это от фонаря и поэтому в адлер я помню заряжали там по две тысячи рублей по три тысячи рублей как бы просто в наглую ночью и все и это конечно же решала как говорится решала решала еще раз решала но и давайте все-таки теперь по поводу того какие плюсы и минусы у каждого микрорайона например вот в адлере да это конечно же в первую очередь если берем центр адлер это ровная поверхность это кстати также зелено как как и здесь в центре сочи также все красиво прекрасно и замечательно само собой в адлере больше армян больше абхазов потому что ну так получилось стоит таких земля как бы и никто с этим спорить не будет ну и вот не там напрягал этот крики вопли вот эти вот эти которые не знаю каждый порядочный армянин он он хочет быть похожим на итальянца не за на испанца поэтому пытается там громко разговаривать эмоционально и тому подобное эти моменты мне не нравились потому что ну как бы такое не такое мягко говоря такое колхозное такое отношение и поэтому я все-таки отдавал предпочтение именно в сочи сочи все равно душа больше легла вот сейчас например да вот выбирает да вот опять же да есть у адлера там еще один плюс например если ваш ребенок занимается например хоккеем да вы переезжаете там с омска там еще откуда-нибудь там где кроме хоккея ничего ничего развлечения нет то конечно же адлер вам придет смотреть именно в приоритете потому что все хоккейные карты находятся именно в адлере понимаете именно в адлере находится и где-нибудь именно в адлере и поэтому например сочи ну нет хоккейных коробок у нас да и каждый раз центр сочи мерли там где там транспортные там еще откуда-нибудь ехать мягко говоря в в эту локацию до локацию которая которая у нас в свою очередь находят в адлере да но это не совсем то что хочется точнее даже совсем не хочется это потратить может час на дорогу опять же затраты на гсм существенно и так далее и поэтому те люди которые у которых дети занимаются профессионально хоккеем и других вариантов не остается как бы как смотреть недвижимость именно в адлере ну либо если занимается перед тем самым фигурным катанием потому что в сочи этого ничего у нас говорится нет также адлер подойдет тем которые часто летают и нужно чтобы именно аэропорт был был очень-очень близко и так далее конечно для этих людей тоже адлер в приоритете хотя как бы я летаю не меньше да вот я в месяц летаю там пять шесть раз куда-нибудь и в принципе нормально добираюсь до острова мечты например до острова мечты не там ехать например себя вечером полетка у меня там ехать там 20 минут там ну 22 минута максимум и все ну да адлер может объехал бы например 10 минут но как бы не смертельно как бы разница этих 10 минутах она не погоду не делает обычно самая долгая дорога до аэропорта это час может занимать но обычно 35-40 минут мы в это время легко укладываемся поэтому в принципе тоже без разницы где что и как опять же да сам по себе адлер он не дешевый вот если кто-то как бы думает вот например москва да например центр москвы цена такая-то например 30 километров от москвы цена ниже нет здесь такого нет здесь адлер как бы центр адлера и центр сочи они соизмеримы по цене вот например центр лазаревского да он может быть два раза дешевле быть чем адлер и чем сочи а вот например соберем с вами центр сочи и центр адлера они будут одинаково по цене плюс опять же в адлере дефицит жилья по одной простой причине там очень много понастроили самостроя всевозможных очень много по сносило и в итоге там например купить жилье ну довольно таки проблематично да именно что без проблем было жилье по сути вот если мы берем с вами центр адлера да там там всего лишь три новостройки на весь центр адлера да это у нас на кирова 53 там есть у нас комплекс также там еще там два комплекса есть ну и в принципе все дальше соответственно есть дома в старом как будто старый фонд это пятиэтажки самые есть там 6 9 этажах тоже этот старый-старый фонд ну и соответственно есть у нас те самые новостройки там жп и тому подобное но их брать мягко говоря сомнительное удовольствие потому что вариант того что их снесут рано или поздно как бы как бы есть потому что был там один судья не буду говорить его фамилию в общем он там через суды все у заканила налево направо и потом соответственно 250 дел а столько 250 дел это 250 домов которые начали пересматривать и из них 50 домов уже снесли потихонечку потихоньку зачищаем опять же из плюсов в адлере да ну там действительно зелень есть и адлер это все-таки если берем с вами центр адлера даже тот же сам берем улицу молокова берем мы с вами улицу ленина берем с вами улицу улица кирова и так далее как ни крути все равно это как бы хороший вариант там есть тротуары и тому подобное как бы есть пешеходные переходы другое дело что на этих пешеходных переходах тебя могут сбить потому что там очень много у нас джигитов на шестерочках на семерочках которую свою очередь там не за это не за это бывает человек когда пытается себя реализовать когда не может реализовать например покупкой хорошего автомобиля покупкой там еще чего-нибудь он там пытается непонятно что вот там тоже самое там через сплошные линии пересекает подрезает в общем все вот этот все есть все это дело как бы это вот как бы там есть определенный минус также еще определенный минус это конечно же ну например для детей дети то они все хорошие реально хорошие ну вот так как там все-таки у нас других национальностей больше там все равно вот как вот у меня очень много клиентов которые в том числе и в адлере живут бывает кто с адлера переезжает например тот же самый сочи да вот они говорят ну тяжело все равно например вот у меня есть одна моя кленка вот у нее сын футболист они переехали не ошибаясь с нижневаторская и футболист но мягко говоря такой с большой буквы понимаете с большой буквы такой капитан команды такой и все но в адлер он играет и точнее играл и все равно не получается ему себя реализовать потому что он по сути один и остальные в общем и остальные вот они между собой играют ему пас не дадут потому что у них своя игра им по барабану на концовку игры у них есть своя игра и все и по итогу почти восемь месяцев он проходил вот в секции футбола в адлере да как бы хотя он действительно лидер и бегал быстрее всех и все как бы ну не получалось потому что все таки футбол это как бы групповая игра да там все равно там как бы это это же вам не бокс тоже вам не кикбоксинг ничего ну и по итогу что по итогу сменили в один прекрасный момент команду да как бы стал ходить на мацесту ну и все стали они чемпионами и он считается сейчас один самых результативных игроков такой знаете как бы это это такой парень который действительно может затащить и так далее ну в общем вот как как бы так но и конечно встречались не с той же самой командой они там их в сухую если то она мне тоже говорила если не ошибаюсь 7-0 они их снесли 7-0 это блин это уже даже не футбольный счет это уже хоккейный счет при том 5 из них забил вот как раз вот этот парень с Нижнего Тарска 16-летний который который не мог себя реализовать в той команде потому что там у них своя игра ну это особенность некоторых национальностей как бы они все вот принципиально не будет давать пас ничего лучше проиграет как бы но вот так вот будут делать такое тоже есть любом случае если мы с вами берем вариант именно спорта то с одной стороны в адлере ну как бы возможности очень много да есть соответственно возможно заниматься и футболом там заниматься и хоккеем и фигурным катанием и гимнастикой и теннисом и тому подобное да их большим теннисом настольным теннисом и так далее но в принципе все это есть как бы за исключением ну все это есть центральном сочи за исключением конечно же льда вот как бы если вдруг вы не привязаны ко льду то наверное вам лучше рассмотреть центр сочи почему центр сочи но во первых в центре сочи больше людей именно вот даже вот может пообращать внимание на автомобили которые здесь в центре да в сочи там какие-то там и мы сейчас просто доедем с вами до адлера вы посмотрите разницу просто разница в центре сочи больше успешных людей это раз соответственно больше целеустремленных людей это два центре сочи все равно как бы не чувствуется того что ты там попал например в маленькую там за там в маленькую армению да там как бы все равно в сочи наверное процентов 80 сейчас больше русские как бы я ничего против не имея ни армян там там не абхазов не киргизов не такжиков не теченов ничего против них не имея но просто говорю даже вот на примере вот у этого сына который ходил футбол но от говорю у них своя игра вот они между собой вот друг другу дает и все им без разницы этот все равно сказывается все равно как бы бывает такое да кого большинство тот соответственно и правда те потому что все равно мы с вами были все как бы по даровскому возрасте все мы там выросли на улицах и прекрасно понимаем да какой район где кто как доминирует и тому подобное то же самое в армии тоже самое везде в целом мы с вами проехали вот вот центра как бы дать от церкви от церкви на виноградке проехали в принципе полностью весь сочи за 20 минут можно было спокойно свернуть на дублер курортного проспекта и на дублере курортного проспекта мы бы проехали вот это расстояние гораздо быстрее поэтому в целом как бы например если мы берем с вами именно сочи сочи удобнее именно в транспортный разряд потому что там есть и дублер курортного проспекта и транспортная и донская и обход сочи есть и тем самым получается центр сочи прям нормально прям хорошо разгрузили ну очень хорошо разгрузили. Ну и, конечно же, мы сейчас с вами едем в сторону Адлера, мы сейчас будем прямо ехать в сторону Веселого и прямо будем ехать с вами вплоть до Шиловки, в Нижней Шиловки. Посмотрите, как все будет меняться на дороге вот с этим проездом. Сейчас мы с вами едем по Хостинскому району. Само собой есть люди, которые останавливаются, например, в Хосте самой. В Хосте самой тоже абсолютное, ну, большинство как бы западает, да, особенно взрослые люди 50 плюс, потому что есть тротуары, есть зелень. Да, нет современных домов, там тоже 3 новостройки на всю Хосту, но в целом там интересно, в целом там прикольно. И действительно, как бы и море недалеко, и железнодорожный вокзал Хостинский есть, потому что люди постарше выбирают чаще всего поезд, и как раз поезда дальнего следования, они в Хосте у нас останавливаются. Ну и в целом в Хосте есть и школы, и все. Но опять же, да, если мы с вами возьмем рейтинг школ, то топ-5 школ города Сочи занимают школу, как раз именно которые у нас находятся в центральном районе Сочи, точнее, ну, в центре Сочи. Одна из школ, которая выбивается там тоже у нас в пятерку, это пятая гимназия, которая находится в Хосте. Ни одной Адлеровской школе, ой, ни одной Адлеровской школы, вот в этом списке в пятерке лучших школ нет. Кто-то скажет, а как же сотая школа? Ну, сотая школа, она новая, красивая, современная. Это безусловно. А вот если посмотреть рейтинг этой школы, то рейтинг этой школы оставляет желать лучшего. Как бы рейтинг у этой школы слабый. Тех людей, которые поступают в институты и так далее, понимаете? Но рейтинг очень слабый. Поэтому здесь, не знаю, там, конечно, многие говорят, вот, хотим Сириус, потому что там будет школа и там подобное. Да, там будет школа. Только там будет школа, нам уже, нас всех собирали риэлторов и сказали, не водите людей в заблуждение. Прописка, например, по той же самой улице урожая на веселом, который будет относиться к Сириусу, не дает никакого преимущества, например, к вашему ребенку и так далее. Школа, да, будет как бы для умных людей, для умных детейшек, конечно. И прописка ничего значит не будет. Ну, давайте возьмем с вами логику, да. Например, ваш ребенок, да, например, ну, в меру умный, да. У вас есть деньги, да. Вы купили, например, там, жилой комплекс фрукты, купили квартиру 70 метров за 30 миллионов рублей, у вас есть деньги. По прописке, по идее, должен ваш ребенок относиться непосредственно, например, к той самой школе, которую строят. Ну, да, вы его, например, даже как-то взяли и запихали, там, да, какими-то чудесными образами, там, не знаю, там, что-то там помогли школе, хотя там эта школа сама может кому угодно помочь и так далее. И все. Ну и теперь представьте вашего ребенка, который в меру умный и который на фоне всех остальных, которых талантливые дети, которые бесплатно поступили, бесплатно взяли на основе олимпиад, на основе чего-то, как бы, они там, в свою очередь, будут комфортно себя чувствовать, правильно же? Ну, реально комфортно себя чувствовать. А ваш ребенок получится изгоем, хоть у вас есть деньги. Почему он будет изгоем? Ну, потому что он будет самый тупой из всех, понимаете? Поэтому, чтобы не разрушить семью и не разрушить, потому что вы будете ругаться из-за этого каждый раз, вам придется все равно ребенка переводить в другое место. Вот это особенность абхазов. И вот как бы, вот так вот они будут ехать, как бы, в крайне левом ряду, ему по барабану. Здесь мы еще едем по дороге, которую, соответственно, считается за городом. Вот белая табличка появляется только здесь. И вот в этом месте вы уже можете двигаться хоть с левой, с левой стороны, хоть с правой стороны. И чем ближе ты к Адлеру подъезжаешь, тем больше становится у нас таких персонажей, которым по барабану. Вот едется скоростью 60 км в час, там, где разрешена скорость 90, и все. И здесь становится очень много, и поэтому в Адлере, как бы, у нас просто ужаснейшие пробки. Не потому, что, как бы, в Адлере все хотят жить и так далее. Нет, никто не хочет жить в Адлере. Потому что, ну, у меня, как говорят, тут есть определенные минусы, да, ну, реальные минусы есть. Ну, в общем, здесь так вот. Все это складывается не в самую лучшую сторону. Итак, продолжим с вами. И поэтому, даже если вы запихали в эту школу для сильных, одаренных, и ваш ребенок просто будет не возить, ничего хорошего не получится. Я знаю одного своего коллегу по работе. Она тоже, в свою очередь, взяла и свою дочку, да, запихала всеми возможными способами в сильную школу, в сильный класс. И в итоге проучилась там всего лишь 5 месяцев. Она там стала, мягко говоря, изгоем. Она ее взяла, эту дочку, выдернула, перевела в школу попроще, в другой микрорайон. В итоге ребенок закончил школу, поступил в колледж, дальше будет посмотреть в институт. И, в общем, нормально все. А так просто чуть-чуть взяла и не сломала жизнь своему ребенку. По одной простой причине, потому что хотела вроде как лучше, но ребенок не вытягивал. Она была самая отстающая. Хотя, когда они переехали с, например, там, ну, не буду говорить в какой город, переехали, она там была отличница, она там была лидером. Ну, на фоне вот этих сильных детей, которые собрались в Сочи, она была самая слабая, как бы. И она просто не вытягивала программу. Понимаете? Просто не вытягивала программу. Поэтому, ребят, здесь, конечно же, каждый из вас иногда хочет сделать как лучше, а в итоге получается, как, не знаю, там, не знаю, получается, как всегда. Как говорил Черномердин. На этот момент тоже нужно обращать внимание. Я вот здесь вам сейчас говорю, как педагог. Все-таки у меня два красных диплома в этих прекрасных началах. И, конечно же, я, в свою очередь, ну, вам плохого здесь не посоветую. Ну, реально, плохого не посоветую. Теперь, что касается цены, да, на недвижимость. Ну, смотрите, Адлер и Сочи, если именно центр мы смотрим, это 500 тысяч рублей за квадратный метр. Примерно около этой цены. Конечно, в Адлере есть альтернативы, например, Блиново, там, Веселое и так далее. Там уже, соответственно, есть 350 за безопасное жилье. 350 тысяч рублей за квадратный метр. Вот как бы так. Поэтому надеяться, что вы там сможете купить там за 10 миллионов рублей трехкомпатную квартиру, ну, это из мира фантастики. 10 миллионов – это студия в хорошем, нормальном, безопасном доме. Это именно, если мы берем с вами Адлер. Опять же, да, например, если мы берем с вами район Олимпийского парка. В самом Олимпийском парке нет ни одного жилого комплекса, который давал бы вам прописку. Весь Олимпийский парк – это, конечно же, апартаменты, апартаменты, еще раз апартаменты. Чтобы хоть как-то немножко относиться к Олимпийскому парку, вам придется брать квартиру в Веселом. Ну, вот как бы так. Ну, Веселое – это 2 километра до Олимпийского парка, 2,5 километра до моря. Ну, и, мягко говоря, это не совсем то, что прям хочется. Ну, зато близко дорога с Абхазией. Как бы обычно тоже я спрашиваю, вот ты вот Веселое взял, зачем? Вот я спрашиваю там у одного своего Андрюхи. Он говорит, Макс, сказать правду. Я говорю, ну, скажи правду. Говорит, я алкаш. Я говорю, и что из этого? Говорит, там дютифри, говорит. Мы раз в три дня пешком берем и ходим в дютифри, и берем там бухло. Я говорю, ты на дуэ стебаешься? Он говорит, нет, не стебаюсь. Я тебе говорю, как есть. Там классное бухло. И поэтому я взял, говорит, себе жилой комплекс урожайный и бухаю, говорит. Понимаешь? И бухаю, 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 бухаю. Еще раз бухаю. А что, говорит, еще там делать? Вот что, говорит, еще делать Веселым? Скажи, пожалуйста, что еще там делать? Говорит, ничего нет, парков нет. Да, есть школа, говорит. Но я уже давно не школьник. Как бы как таковых секций нет. Спортивных залов нет. Ничего нет. Да, есть это в районе Олимпийского парка. Ну, даже в районе Олимпийского парка. И даже, блин, ну куда же ты лезешь? Ну, это вот у нас получается особенность вот уже именно Адлера. Это уже настоящий, пораженнейший местный на Ниве. Ему по барабану, без поворотников, без ничего. Он там будет лезть и так далее. Но это еще не самое страшное. Это еще дорога как-то ведет в сторону аэропорта. И здесь еще многие в Сочи могут ехать и так далее. Вот сейчас мы пройдем дальше, и вы будете видеть ту самую красоту и то самое, что вы можете купить в прекрасном городе Сочи. Опять же, да, как бы, например, вот я вот сейчас пытаюсь понять. Вот если бы я, например, купил бы квартиру в Адлере, куда бы я ходил в спортзал? Да, ответ никуда. Прям хороших, достойных спортивных залов в Адлере нет. Если, например, мы возьмем с вами Сочи, то, например, это у нас ZFit. Это первое, да, топ номер один. Это World Class. Это Сильные люди. Это Orange, в конце концов. И это действительно такие, как бы... Потом есть на транспортной тоже забыл, как она называется, блин. Как же она называется? Ну, в общем, тоже есть там... Делай телочек. Ну, в общем, вариантов вот именно в центре Сочи, именно достойных спортивных залов, ну, реально очень много. Очень много спортивных залов. Вы видите, да, мы чем ближе едем в сторону Абхазии, больше появляется у нас Семерочек, Нив и тому подобное. Здесь я даже не могу выделить ни один спортивный зал, который действительно был бы на уровне, да, хотя бы был конкурентом. Например, тут скажут, а как же в Триумф? Ну, ребят, в Триумфе допотопные тренажеры и Триумф все равно оставляют сжать лучшего. И у них, как ни крути, как все говорят, кто ходит в Триумф в спортивный зал, там жесткая проблема с парковкой. Даже не то слово жесткая. Вот здесь, кстати, мы сейчас двигаемся, блин, ты либо едешь вперед, либо назад. Вот здесь, если мы с вами повернем направо, мы попадаем с вами на Краснополянское шоссе, на новое Краснополянское шоссе. И действительно там круто, прекрасно, все даже замечательно. Здесь у нас, соответственно, поселок уже Сириус. Если мы направо поворачиваем, потом поворачиваем налево и раз попадаем. Здесь, кстати, мы едем с вами за городом, видите, знаки 90 км в час. Поэтому при свободных правых полосах здесь запрещается передвигаться на левой полосе. Но здесь, как бы, правила дорожного движения, которые действуют по всей России, они здесь не действуют. Потому что здесь, как бы, свой микроклимат. Свой. А почему ты по левой полосе едешь? Ну, ребят, я еду по левой полосе со скоростью выше среднего, выше такой, да. И я никому не препятствую. В отличие, например, вот этого Киа 716 региона. Теперь, что касается, в целом, да, почему еще выбирает центр Сочи. Ну, потому что вся работа, как ни крути, вот вся работа, она в центре Сочи. И даже, если, например, мы возьмем с вами крупных застройщиков, например, которые сейчас строят что-либо в Адлере, все равно у них головные офисы находятся в Сочи. Понимаете, все равно все головные офисы находятся в Сочи. Если мы возьмем с вами такие, например, магазины, как, например, М-Видео, Связной и так далее, где продавцы работают на проценте, то можете любого продавца спросить, и они вам скажут одну простую вещь. Что, например, в магазине в центре Сочи заработок выше, чем, например, в Адлере. Как он бедненький, как коптит. Поэтому все стараются, конечно же, переехать непосредственно в Сочи. Опять же, в Сочи, например, вот, если взять, например, то же самое, Связной, М-Видео и так далее, примерно будет все то же самое. Как бы заработок будет в разы больше. Если мы возьмем с вами риелторов, да, в целом, как бы, если продать безопасные объекты, безопасные объекты, то в Сочи ты будешь зарабатывать больше. Но если ты будешь продавать объекты от Ашотов, которые идут под снос, то в Адлере ты будешь зарабатывать больше. Ну, потому что в Адлере на такие объекты очень хорошая комиссия. Потому что чем проблемный объект, тем выше комиссия для риелторов. Вот как бы так. Поэтому здесь тоже нужно, ну, понимать. Опять же, да, как бы, ну, большинство, ну, скажут, жил бы ты в Адлере. Я, например, вот сейчас родителям предложил в Адлер переехать, потому что предлагает лично, вот мне сейчас один из подписчиков, предлагает поменять дом. Я как-то его снимал. Хороший, классный, большой дом. Потом 360 квадратных метров предлагает поменять именно на, получается, на квартиру. На квартиру. Там потому что частично ремонт сделан, частично не сделан. Предлагает поменять на квартиру, на бытке ключ в ключ. Ну, вот я вчера родителям предлагал, вчера у сестры было для рождения. Ну, не готова мама переехать в Адлер. Хотя было время, когда она с моей бабушкой, они жили в Адлере. Но не готова они сюда переехать, потому что понимают прекрасно, что, например, квартира на бытке, это в первую очередь, конечно же, ну, как ни крути, это, конечно, школа рядышком, да, потому что это море, они там пешком на море ходят с папой без проблем. Это, опять же, вся инфраструктура, магазины и так далее, понимаете? Поэтому, конечно же, на этом фоне, конечно, на этом фоне, ну, не хотят менять. Ну, и опять же, да, приятно, когда, например, учатся, например, те же самые внуки, да, и у них в классе 90% русских. Как бы, потому что, например, вот здесь такого точно не будет. Потому что все прекрасно понимают, что, ну, например, вот то же самое с Абхазией. Я знаю, что очень много детишек, которые пешком с Абхазии ходят вот в сотую школу, в то же самое, потому что, ну, какое может быть в Абхазии образование? Как бы, попробуйте проехать в Абхазию и посмотреть, как они передвигаются на автомобилях, посмотрите, как они здесь передвигаются на абхазских номерах. Понятно, что образование только могут получить в России более-менее нормальное, хорошее. Вот как бы так. Ну, вот, вот здесь, кстати, дорога у нас направо уходит, это граница, да, здесь же у нас пропускная путь в Абхазию. Кстати, если бы посмотрел, конечно, народу очень-очень много. С правой стороны жилой комплекс урожайный. И вот если вам хочется оказаться вблизи, например, Олимпийского парка, то, конечно, нужно вот именно вам здесь покупать. Вот эта сторона, вот именно вот эта сторона, вот если вы берете по левую сторону, она как раз прописка и идет в сторону, ну, как бы, в сторону Олимпийского именно парка. Это, соответственно, у нас нечетная сторона улицы урожайной. Если мы рассматриваем с вами четную сторону улицы, да, урожайной, то уже, как бы, никакого отношения к Олимпийскому парку, да, и к поселку городского типа Сириуса не имеет. Ну, вот, как бы, здесь, видите, вот особенность, да, как бы, вот здесь нельзя поворачивать налево. Ну, это, это Адлер, как бы, это веселое. Это веселое, здесь ничего с этим не сделаешь. Как бы, здесь не нарушил, не проехал. Само собой, мы здесь, чем вы оказались веселыми, оказывается, у нас очень много всевозможных шестерочек, семерочек. Никто дневные столовые огни не включает, само собой, разумеешься. Все на чем-то как-то экономят, паркуются. Вот, у нас уже, вот, на тротуарах парковка у нас осуществляется. Хотя, здесь, видите, много чего сделали. Сделали дорогу, вот, свежую, хорошую. Сделали много чего. Ну, почему, например, мой друг Алексей работал, ну, как не работал, почему он сейчас, вот, в этом районе, да, вот, вот, Нивы, да, даже свет не включен, по барабану всем здесь, как бы. Почему он выбрал именно эту локацию, да, почему, вот, кто-то спросит, да, почему. Ну, ответ очень простой, потому что, например, здесь он снимает дом, 170 квадратных метров, и за эти 170 квадратных метров, вот, да, еще раз, да, вот, обратите внимание на шестерочки, семерочки, все без включенных световых приборов. Кстати, самое печальное, что они и ночью так же перемещаются здесь. Я как-то ночью от Лехи ехал, я просто офигел. Ну, вот, потому что дом, 170 квадратных метров, он снимает за 30 тысяч рублей. Да, конечно, до моря далековато, да все, но просто за эти деньги, вот, в Центральном Сочи, даже, там, где-нибудь, на Бавяна, где-нибудь, если это тоже плашная линия, здесь поворачивать нельзя, ну, да ладно, бывает. И, конечно же, он у нас там ничего такого подобного снять не смог бы. Ну, здесь, сами посмотрите, за 30 тысяч рублей, я, кстати, вам предлагал, но вы не смогли, и все. Да, кстати, почему еще выбирает Адлер? Ну, потому что Адлер, это, прежде всего, как бы, ну, экономный вариант подсознания отдыха. Например, я снимал видеоролик, где вы можете за 500 рублей остановиться в 5 минутах ходьбы от моря. 500 рублей с человека, 500 рублей всего лишь, да, и, например, в Сочи 100% за 500 рублей вы не сможете найти ничего такого подобного, чтобы было рядышком, чтобы было рядышком все, чтобы, вот, можно было за эти деньги остановиться. Но 100% у вас не получится. Вот, как бы, так. Этот район всегда считался одним из самых отстойных районов, как бы, ну, 100%. Но после того, как построили, там, те самые олимпийские объекты и так далее, кстати, вот этот весь микрорайон, они все относятся к школе номер 100, да, и поэтому, как бы, априори не может быть ребенок талантливым, ребенок хорошим, когда, ну, когда у родителей даже нет возможности сесть на нормальный автомобиль, понимаете? Как бы, само собой, чтобы ребенок сейчас развивался, нужно и репетиторство, нужно и то, и нужно и все. Ну, прижмись немножко правее. Скорость 11 км в час. Здесь он мог пропустить. Ну, это Адлер. У них нет такого понятия, да, он понимает, что он едет 11 км в час. Ой, извиняюсь, 10 км в час. И он мог прижаться и пропустить всех. Но он этого не будет делать. Даже водители большегрузов, ну, догадываются, что нужно. Вот он сейчас, по идее, должен догадаться и взять, прижаться правее, да, во всяком случае, если это было бы в Сочи, он бы так и сделал. Но он не может догадаться, ему по барабану. Он будет ехать 10 км в час, как бы, за собой хвост. Это потому что воспитание. Здесь, конечно, можно вот такие дома взять, вот такие трехэтажные. Ну, сразу говорят, все дома у нас выросли на ИЖЭСе. Вообще, изначально вот в этом районе давали участки всем 20 соток, да, 20 соток были участки. И, соответственно, потом начинали межевать, размежевывать. Ну, и, конечно же, у нас в свою очередь и появились те самые вот эти вот постройки непонятные какие. И сейчас, например, взять дом на 20 соток земли здесь больше нереально, чем реально. По одной простой причине, потому что, если мы будем с вами рассматривать именно вариант покупки, здесь земля сейчас стоит примерно 3 миллиона рублей за сотку. 3-3,5 миллиона рублей за сотку. И, само собой, для частного дома здесь покупать что-либо, это, конечно же, извращение. Ну, реальное извращение. А вот, например, если купить и построить какой-нибудь нонквартирный дом и продать по 200 тысяч рублей за квадрат метр, здесь, в принципе, легко заходит. Вот что оно вот это стоит? А хочет переходить дорогу или не хочет? Не, просто так стоит. Вот я сейчас смотрю в зеркало. Просто так стоит. Но в Орске бы уже за это оштрафовали. Сказали, блин, оно хочет, наверное, перейти дорогу. Ну, в целом, конечно же, в этом районе все есть, кроме моря. Здесь у нас заканчивается Веселое. И вот здесь мы переходим в Нижнюю Шиловку. Просто, говорю, раньше вроде нас ввели в заблуждение, что прописка Сириус, и там их как бы кинулись продавать вот это все. А сейчас, говорю, нас всех собрали и сказали, что извините, ребята, но если ваш ребенок тупой, то даже не рассчитывайте, что он будет учиться с одаренными детьми. Даже и не рассчитывайте. Само собой, чем дальше в горы, особенно в Адлере, тем, говорю, хуже все становится вокруг, все становится депрессивным, все становится печально. Ну, да, ну, Нексия. Ну, вот еще что-то там. Ну, блин, жесть, конечно. Все здесь пытается продать. Притом здесь нифига не дешево. Про что я вам и говорю. Ну, все равно, как бы, у каждого микрорайона в Сочи есть свои плюсы, есть свои минусы, есть свой целевой покупатель. Ну, реально, у каждого есть свой целевой покупатель. Поэтому, как бы, трудно там осуждать кого-то, там, за что-то. Нет, конечно, здесь уже ваше дело вы уже сами для себя решаете. Я говорю, если, говорю, у меня был бы ребенок, например, там, да, и он бы занимался хоккеем, то мне ничего не пришло, ну, как бы, ничего бы не оставалось. Как бы, я бы просто взял бы и, ну, например, в свою очередь... Я, что-то не помню, где у меня там в Леху живет. Мне бы ничего не оставалось, как взять и... Вот, блядь. Вот здесь. А как купить, например, квартиру и, ну, где-нибудь в Адлере. Ну, других бы вариантов у меня не было, понимаете? Ну, не было других вариантов. А так, как бы, пока вот вариант есть. Говорю, вот, это единственный, это, вот, как бы, аргумент, вот, кто покупает себе жилье в Адлере, это вот лед. Вот, это лед, конечно. Вот, как бы, так. Ладно, доехали мы до Алексея. Вам всем хорошего настроения. 45 минут, и мы здесь. Всем добра и пока.